Идея видеоконтента для бизнес-влога. Вы открыли ютуб-канал и начали снимать ролики для продвижения своей компании. Но идеи постепенно иссякают, и вы не знаете, о чем же мне снимать дальше, что мне доносить до зрителей, чем делиться. Вначале, конечно, нужно определиться с концепцией канала для его продвижения. Может быть, у вас будут обзоры товаров, может быть, вы будете рассказывать вообще о нишевых новостях и то, что происходит сейчас в целом в нише, брать интервью экспертов. А может быть, вы будете развлекать аудиторию на какую-то определенную тему, также упоминая, что вы занимаетесь организацией развлекательных мероприятий для корпоративов и так далее. Или это просто у вас будет видео-визитка. Но в данном случае мы говорим о том, что вы только создали, вы еще не поняли, какая у вас концепция канала, но нужно что-то уже начать снимать, чтобы понять, куда двигаться дальше. Самое первое – это отвечайте на часто задаваемые вопросы ваших клиентов. Это вам по-любому нужно, по-любому это делаете вы или ваши менеджеры по продажам. И здесь вы, как владелец бизнеса, лучше всего понимающий продукт, можете на эти вопросы ответить. И эти ролики менеджеры могут скидывать своим клиентам. Этих вопросов на самом деле может быть огромное количество. Но базово можно начать с самых популярных. Например, клиент может первый вопрос, который он задает – зачем мне вообще сдался этот продукт? Второе – почему я должен обратиться вообще в эту компанию, туда написать или вообще купить, или оставить заявку? Почему мне это нужно прямо сейчас? А сдался мне этот продукт? Что он мне принесет? На все эти вопросы по-любому каждый раз, когда мы общаемся с клиентом, мы отвечаем. И здесь мы можем ответить развернуто и подробно в видеороликах. И использовать их на сайте, на продуктовых страницах, рассказывая вот об этом продукте, об этом этапе работы. Или присылать ролики клиентам, или выкладывать в ютубе, в социальных сетях. Каждый раз клиент проходит несколько этапов знакомства с вами. На каждый этап мы создаем видеоролики. На первичном этапе клиент хочет понять, реально ли вы вообще, существуете ли, или можете создать то, что обещаете, существует ли этот продукт в реальности. Для этого они могут увидеть ваш офис, производство, ваш автопарк, процесс оказания услуги, разные этапы процесса оказания услуги. Все это можно заложить в видеоролики. То есть мы можем провести экскурсию по производству, мы можем показать или снять ролики в офисе, мы можем показать жизнь офиса, пообщавшись с разными сотрудниками, которые расскажут свою личную историю, как оказались, почему решили работать в этой компании, в компании какую миссию видят в работе, чем они занимаются, какую ценность приносят в тот продукт, который создают для клиента. Поделиться полезными советами, в том числе по оптимизации взаимодействия с клиентом, чтобы ему было удобней, комфортней. Таким образом мы показываем, что вы реальны, этот первый пласт. На втором этапе вы показываете то, что вы хотите и реально можете помочь решить проблему. Здесь на первое место ставятся уже видеокейсы, то есть вы должны показать результат работы. Естественно, когда визуально человек видит, это вызывает доверие определенное. Часто есть такие компании, где результаты идут в цифрах. Их надо поддержать видеоотзывами клиентов, которые тоже можно подделать, но подделать их гораздо сложнее. То есть или нужен очень крутой профессиональный актер, или и то он будет такой искусственный. А вот прям реально поставить бабушку, которая будет рассказывать о том, как ей поставили, построили дом, и вот он здесь, и что ей не нравится, и как давно, и как она искала компанию. Тяжело это, ну это будет искусственно, если это будет подделано. Здесь возникают как раз видеокейсы, видеоотзывы, и то, как вы доводите продукт до результата. То есть мы делаем обзоры по готовым вашей деятельности. Вот мы обустроили гараж, мы его показали. Вот мы привезли автодом, мы сделали обзор по нему. Вот мы построили дом, посмотрите наш дом. Если вы сделали определенную услугу, покажите, расскажите, что вы сделали, и как бы отзыв клиента, как это ему помогло, в чем, каким образом. Третий этап, это когда клиент понял. Да, они существуют, они хотят мне помочь, они могут мне помочь. Но вопрос, сколько это стоит. Здесь отдельный пласт кучи роликов, целью которых является показать ценность, переведенная в деньги. То есть очень часто, когда менеджеры сидят с клиентами, они начинают просчитывать стоимость дома. Вы сейчас говорите, дорого, но если рассматривать с конкурентами, что входит в их набор того, что будет в доме, давайте мы это посчитаем. И вот, значит, пишут, пишут, и клиент сразу все начинает понимать. Ну, реально, ну, как бы все им посчитали. Вот этот вот подсчет можно сделать на доске и показать в видеоролике один раз, и скидывать клиентам. В том числе, просто ответить на вопрос, а почему дорогая цена, то есть какой-нибудь обзор в какой-нибудь области какого-то продукта. И там говорят, вот, у вас такие цены, это же область, нам легче в Питере купить. А им отвечают, ребят, вы можете, конечно, купить в Питере, но у нас есть сервис именно в наших областях, в наших городах, который вам все починит, и как бы все будет хорошо, а так вам представлять, сколько денег потратите, чтобы ехать в Питер, чтобы починить ваш, там, скутер, велосипед, там, что угодно. И здесь мы доказываем, объясняем ценность продукта, чтобы клиент понял, что это соотношение цена-качество идеально. Есть еще один пласт. Представляем, что несколько компаний прошли все эти три этапа, и клиенту все нравится. Но здесь есть еще один фактор. Приятно общаться. Клиенту должно быть с вами приятно общаться. И он должен, вы должны ему стать, как бы, родным. И если он вас уже знает по влогу, по роликам, вы постоянно в кадре, вы искренне честны, и это тоже все влияет на его отношение к вам с точки зрения, ну, как бы, готовности общаться с вашей компанией, с вашим продуктом. И тогда он выберет вас. И об этой цели, и, как бы, для этой цели тоже стоит создавать ролики. Как пример, мы рассказываем в видеороликах, как мы работаем с клиентами. То есть, процесс взаимодействия. Что для того, чтобы было удобно и понятно, что происходит в данный момент, у нас создается определенная таблица, в которой выкладывается там план наших работ, то, что мы делаем, что где и как называется, когда там выложены ролики, потом наша задача, и, то есть, этот процесс мы можем рассказать заранее клиенту, чтобы он понял, что с вами будет комфортно и приятно общаться. Получаются наши знаменитые вопросы, по которым мы проходим. Еще раз, что вы делаете, что за продукт, почему этот продукт ценен для клиента, почему нужно обратиться именно к вам, почему это сделать именно сейчас. Вообще, этих вопросов очень много, из которых можно выжать огромное количество контента. Можете написать в комментариях, скинем вам или сделаем по этому поводу еще один ролик. Маленькая фишка, если искать темы через поисковые системы, например, через Wordstat тот же самый, мы набираем в Wordstat плюсик, что, или вопрос, плюсик, какой, плюсик, почему, а вторым словом, или вторым-третьим словом набираем слово нишевое. Например, плюс, что, маркетинг. У нас, получается, будут все, что такое маркетинг, потом, если мы какой набираем, какие виды маркетинга, какие способы продвижения с помощью маркетинга, почему, так далее, так далее, так далее. То есть, вопросы, которые говорят о том, что этот запрос, он, во-первых, люди его смотрят, он нужен, он пользуется спросом, мы можем как раз посмотреть количество запросов. И в то же время он именно контентный, где какой-то ответ на вопрос нужен. И мы узнаем те темы роликов, ваши ниши, на которые стоит дать ответ в ваших видеороликах, да и в статьях на сайте. Если у вас творческий кризис, всегда обязательно, как возникает какая-то мысль, записывайте это в блокнот. Стандартный совет, но реально важный, потому что мысли уходят мгновенно. Например, в приложении Evernote я даже где-нибудь в машине еду, обычно, когда я слушаю какие-то лекции, связанные с тематикой маркетинга или продаж, у меня это сразу идет такая ассоциация, что я могу по этой теме связать с созданием видеороликов по решению проблемы с помощью видео. У меня возникает идея темы, я сразу вбиваю быстренько, типа, что за тема и примерно о чем в ней будет вестись речь. И там ставлю пометку, что это контент на виду. И таким образом накапливается в течение месяца, двух, штук 20-30 тем, их потом так проматываешь, сразу смотришь, о, а вот это я прям сейчас готов сказать, о, а вот здесь надо мне уточнить кое-что или там подготовиться, структуру сделать. Ну, то есть это помогает, и нужно эти темы накапливать, только когда что-то возникло, сразу записывать. И просить это делать также и ваших сотрудников, и, может быть, пиар-менеджера или контент-маркетолога, которые в вашей компании работают. И для начала вбивания идей и тем, перечислим, о чем вы можете снимать в начале. Во-первых, о компании в целом. Что за компания, что производите, что делаете. О себе рассказать. Рассказать об истории. История возникновения компании, это сразу, как бы компания становится более осязаемая. Осязаемая, она с историей. Тоже, можно сказать, здесь возникает больше доверия, особенно, если история была связана с какими-то преодолениями, препятствиями, какими-то интересными моментами. Как ваше хобби переросло в этот большой бизнес или компанию. Что внезапно в вашей жизни такое щелкнуло, что повлияло для того, чтобы вы решили, решились начать создавать данный продукт. Ну, какие-то другие моменты. Это все очень интересно. И оно, может быть, не связано с продажей, но оно связано с тем, чтобы вы познакомились, стали ближе, как человек, для зрителя. Дальше мы рассказываем. У вас есть продукты. Несколько. Линейка. Мы рассказываем о каждом продукте, что логично. Если нечего снимать, мы рассказываем о каждом продукте. Причем мы можем рассказывать, разделяя на несколько роликов. Например, если обзоры делаются, а там продуктов может быть тысячи, мы можем рассказывать внешние характеристики продукта, внутренние характеристики продукта, преимущества, плюсы и минусы, краш-тесты продукта. Ну, все что угодно. То есть о каждом продукте. И делим еще его, сегментируем дальше. Дальше мы рассказываем о пути клиента. То, что очень интересно и очень важно. Это связано со смыслом видеокейсов, то есть того, что вы создаете. И если, например, вы с помощью YouTube-канала начали продвигать что-либо, например, продаете франшизу. Это откуда-то я пример взял, не помню. Продаете франшизу, и у вас появился первый клиент, да, откуда угодно. Пусть даже не с YouTube, а может быть и с YouTube-канала. И человек, вы начинаете снимать серию роликов о том, как клиент, который пришел с YouTube, рассказывает, что вот я познакомился, я решился, я договорился, мне все объяснили, я подписал. Вот он показывает, как они создают данное помещение, обустраивают офиса, как они делают ресторан, как они делают кухню, как они организуют все процессы, как они используют те документации, как бы все-все, то, что было во франшизе подготовлено, и как они идут к первым результатам. Это целая история получается. Если подумаете, можно ли такую историю уместить в пути клиента вашего, в вашем случае. Если вы производите продукт, в прямом смысле, как завод, например, да и в принципе просто производите продукт, показать каждый этап производства. Оно тоже может быть интересно. Ну, я уже приводил пример со строительством, как строится дом. Можно разбить на множество этапов. Подумайте, как у вас это сегментируется, и о каждом можно снять свой видеоролик, заложив свой смысл. Упаковывайте видеоролики, хотя это уже такая, некоторые говорят, дурная мода, когда мы делаем 5 ходовых фишек, 3 секрета продвижения, 10 возможностей, ну, то есть вот топ-10, топ-5, но эти подборки, они не работают. И вы можете для себя тоже делать и упаковывать контент таким образом, и подумать, что вы можете рассказать в критерии подборок. Например, 5 лучших материалов для строительства в определенной сфере, 3 самых компактных автодома для путешествий, 5 методов обработки стекла для получения красивого дизайна. Ну, это так вот первые мысли, которые приходили в голову. Частая ошибка, когда забывают, что кроме полезности для человека и для зрителей также нужно развлечение. Иногда помогают в этом случае краш-тесты. Ну, например, у нас на канале Гараж Тег по обустройству премиальному гаражей сделали краш-тест полок, когда сидят на стенке, как бы из единого материала сделанные, на полках 3 взрослых человека. и все это полочки, которые как бы на первый вид взгляд могут показаться такими какими-то пластиковыми, как и стенка, все это выдерживают. Такие краш-тесты, подумайте, можно ли придумать и показать свойства и возможности вашего продукта через краш-тест. контент можно создавать бесконечно, если задуматься о том, чтобы тематика канала расширялась вообще по вашей теме, вашей ниши, и вы ездили к экспертам различным, связанные с вашим продуктом или с решением каких-то больных тем для ваших клиентов, к экспертам, кто в этом разбирается, и брали у них, например, интервью, общались, или они вам показывали, что и как они делают. Делились пользой не вы, а ваши партнеры, возможно, даже конкуренты. Вы можете делать взаимное интервью или проверка друг друга. Так, например, на канале Open Village одна из рубрик была, когда два, так сказать, злостных конкурента ездили друг к другу для того, чтобы проверить, протестировать, как правильно или неправильно построен дом определенный, деревянный. Ну и пытались найти друг у друга какие-то ошибки и как бы прямо, если что-то видели, это называли. Стремно, но если у вас качественный продукт, вы можете это позволить, почему бы не провести такие вызывающие доверие коллаборации, в том числе и с конкурентами. Чтобы было интересно, можно еще подумать над соревновательной механикой. Например, соревнования можно устраивать вас и конкурента по какому-то продукту, можно соревнования устраивать внутри между вашими сотрудниками, кто у вас успеет больше сделать чего-либо для ваших клиентов. И это можно обыгрывать и упаковывать видеоролики на канале. Или устраивать конкурсы по тому, как лучше назвать ваш новый продукт, новую услугу, или как что-то лучше сделать, советоваться с вашими пользователями и по комментариям случайным образом выбирать победителя. Ему давать какую-нибудь бесплатную консультацию или просчет, замер, разработку проекта или что-то еще ценное. Обобщая все вышесказанное, основа – это если вы не знаете, что снимать, отвечайте на вопросы клиентов. Еще несколько моментов. Задумайтесь о том, чтобы привлечь к созданию контента или придумке ваших сотрудников и определенные есть отделы компании, и вы даете задание, что от данного отдела, от руководителя один ролик в месяц они должны выпускать с какими-то полезными советами по своему направлению или, например, отзыв клиента сделать. Это тоже поможет начать двигаться, развиваться вашему влогу и взаимодействию внутри компании. Также не забываем о серийности контента. Если мы придумываем какой-то ролик, думаем, есть ли смысл его разбить на несколько, чтобы они не были долгие, нет ли смысла обзор разбить на несколько роликов или эту тему на несколько этапов, чтобы ролик был не два часа, а, скажем, по 20 минут, при этом сделать связки между роликами и все это запустить на один на один плейлист в YouTube-канале. Также начать продумывать рубрики на канале, зачем они, их концепция, о чем они, чтобы человек, пришедший на канал, не путался. И, продумывая темы видеороликов, сразу формировать уже понимание тех рубрик, которые могут быть и которые, на которых, скорее всего, вы будете как бы строить весь канал в целом. По рубрикам сделаем отдельное видео по разработке концепции, какие они, в принципе, бывают. Тоже такой мозговой штурм. И самое главное, когда вы сочиняете тему видео, придумываете или создаете ролик, чтобы у этого видеоролика была определенная цель и действие, которое вы хотите, чтобы совершил пользователь. И, скажем, снимается лайф, как происходит обустройство, не знаю, с мобильника снимается, как происходит обустройство, внутри гаража прям процесс. Вот рабочие что-то там делают, ставят, переключают, заливают. То есть, для чего мы это все показываем, надо понять. Естественно, что первое это доверие, что вот они рабочие, если они еще одеты, в брендированную одежду, опять же, реальность, что это реальная компания существует. Человек, который немножечко понимает, он видит, как они это делают, процесс. Но самое главное, например, какая была бы цель у нас, нам важно показать, что они пользуются современным, крутым оборудованием, которое не может, как бы, не каждая компания или не каждый частник может себе позволить. и зная эту цель, и оператор знает эту цель, мы начинаем делать акцент на вот этой, на этой, на этой аппаратуре, этом оборудовании. Показывая его крупно, показывая бренд этого оборудования, например. Или зачем мы создавали данный видеоролик? Для того, чтобы показать, что мы разбираемся в том, какой контент стоит создавать для ютуб-каналов и именно для бизнеса, что мы разбираемся в рубриках и делаем это с определенной целью, то есть это делаем для того, чтобы продвигать кампанию, а не просто создавать ролики. И для того, чтобы предложить вам создать для вас контент-план, понимание того, какая будет концепция у канала в целом, какие рубрики можно создавать на тему пользы и развлечения. С чего лучше начать? Потому что контента может быть огромное количество для того, чтобы закрывать ваши цели, которые вы назовете. И если вы напишите нам до конца весны, ссылка будет в описании, обозначите, что просим контент-план, мы пришли с ютуб-канала на виду, тогда мы с вами пообщаемся и в подарок бесплатно пропишем первые пять названий роликов, учитывая темы, которые наиболее релевантны вашей кампании и то, что вы можете сейчас, чем можете поделиться, и данные ключевые запросы наиболее эффективные сейчас в ютубе с точки зрения конкуренции и трафика. И вы будете знать, какие следующие пять роликов в первую очередь вам лучше будет создать и желательно прямо сейчас. С вами был Михаил Салаев, создавайте ваши контент-планы, развивайте ютуб-канал и будьте сами знаете, что.